Добрый день, дорогие друзья! Начинаем мы наш сегодняшний обзор на центральный пляж города Крохтанапа в районе речки Анапки с парковочки. Парковочка здесь стоит 100 рублей за машинку в час. Вот такие расценки. Ни одного парковочного места свободного нету от угла Северного рынка и туда, на Пионевский проспект. Проехал все, к сожалению, вот так вот. Поэтому, ребята, есть возможность поддерживать донатом по номеру телефона, который видите на экране. Ну а теперь приступим, посмотрим, как выглядит уже летняя солнечная прекрасная Анапа. По температурам воздуха сейчас плюс 25. Парковка вот здесь вот напротив въезда наш парк аттракционов. Он уже тоже работает. С правой стороны находится Северный рынок. И мы отправляемся дальше. Это хорошо, что такой ветер мы вообще... Я про то, что моя юбка поднимается вверх. Это прекрасно. Иди впереди. Делай там картинку красивую. Юбка поднимается вверх. Анапский зоопарк Игуана здесь с левой стороны. Дальше динозавры. Парковочные зоны, как я вам и сказал, ни одного свободного места везде, где только можно, в машину вот к нулю. Здесь даже какие-то очереди за сигаретами, косички продают, мороженое. То есть все торговые павильончики здесь открыты в полной мере. Тир и другие развлечения работают также. Здесь у нас мороженое славится. Краснодарский чай. И вот в такие точки стату, ребята, уточняйте конечную стоимость продукта. Всегда и везде, чтобы не расстраиваться потом на отдыхе. Это важно. Парк аттракционов джунгля работает. Там даже людей очень много. Ну и очень приятно смотреть на всех тех, кто переходит через дорогу. Я предлагаю наш обзор начать не как всегда. Через Фотини пройти. Здесь тоже все работает уже. А мы вернемся через это место. Пойдем с правой стороны, где у нас открылась новая аллея. Она более прекрасная и классная прорывочная зона к морю. На речке Анапки мы видим огромное количество рыбаков, которые пытают свое счастье поймать ту самую золотую рыбку мечты. Ну и пускай у них получится. С утреца это вообще выглядело очень красиво. В шесть проезжали на пробежку. Купались в море. Кстати, если вас интересует утренняя моря, подписывайтесь на телеграм-канал. Видите его на экране. Мужчина вообще пошел купаться в речку. Моря мало. Просто моря мало. Красота. Здесь проход через речку расширили, сделали более удобным. Ну и там дальше отелей, апартаментов появилось. У нас очень много. Здесь у нас находится 3 кресток магазинчик. Магнит-косметик открывается. Тоже большие павильоны. И мы поворачиваем налево. Здесь посмотрите, какой шикарный променад. С левой стороны сохранили деревья. Но, конечно, зелени хотелось бы побольше. Также имеются лавочки с газоном перед речкой, которые пользуются. Те самые рыбаки в охоте за своим счастьем. Но мужик, купающийся в реке, это, конечно, другое чудо. О! Магазин Персона. Женская и мужская одежда. Слушайте, у нас она была на телеграме, на рекламе. Может быть, тебе тоже что-нибудь посмотрим. Пойдемте. Здравствуйте. Добро пожаловать в магазин Персона. Мы находимся в городе Анапа на Пионерском проспекте 1. У нас отличный выбор мужской и женской, итальянской и турецкой одежды. Размерный ряд 42 по 56. Также у нас в ассортименте представлена летняя обувь. Типичный пример итальянского сарафана. Он полностью расшит стеклярусом на резинке. Тончайший хлопок. Очень много моделей в стиле боха. Итальянская вискоза. А также очень много моделей из итальянского льна. Разные красивые яркие расцветки, интересные фасоны. А также у нас есть в ассортименте представлены итальянские сумки различных брендов. Комбинированная кожа и солома. Так как к нам приезжают люди с разных мест, у нас представлена еще и шерсть. Мы находимся на Черном море и нам приходится иногда спасаться от солнца. В наличии есть и мужские, и женские шляпы. Если вы забыли взять с собой плавательные шорты, это не беда. Теперь давайте попробуем подобрать что-нибудь интересное на Оксану. Вы пишите, мои подписчики здесь уже были, что себе купили, что понравилось, как носятся вещи. Ну вот такой вариант есть и на мужчину. Обязательно напишите в комментариях, как вам шортики. Друзья, это первый образ смотрим. Шикарно. Второй образ смотрим. Брючный костюм. Шляпка, сумочка. Огонь, по-моему. Царафан. И вот в такой формат с очками. Мне кажется, тут можно разориться, да? Каждая одежда, которую она примеряет, смотрится просто восхитительно. Смотрим следующий образ. Такой вот тоже брючный костюм с легким топиком. Шляпка, сумочка. Ну, тоже, мне кажется, прям вау. Смотрим еще один образ. Такое легкое летнее летящее платьюшко. Сумочка и очень регионально такая, как ободок, кепочка сверху. Слушай, после этого видео тебя украдут, мне кажется. Ну, такое платьюшко с пиджачком, сумочкой и босоножками. Очень красиво смотрится. И очередное легкое летнее платьюшко. То есть ты мне, знаешь, клеопатру какую-то напоминаешь. Прям очень симпатично смотрится. Покрутись. Красота. Твоя душенька довольна? Моя душенька очень довольна. Выбрали вот такой вот вид. Вот такую вот шляпку. Я себе взял все шортики. И можно теперь идти к морю. Посмотрим, как там живет наш пляж. Вы, ребята, тоже можете приходить. И потом писать нам отзывы от души. Людей, кстати, на море все больше идет. Тут начало работать еще большее количество разнообразных магазинов. Прям окунаемся в лето по полной программе. Красота. Миниатюрный мир какой-то здесь. В общем, очень много. Еще откроется заведение прям резко. Ну и поток людей, я хочу вам сказать, что увеличился. Я бы не сказал, что меньше идет сейчас, чем с той стороны, в Хатени. Так что люди сюда приезжают. Бородашвили. Это место, куда меня не пустили, сказали. Не подхожу я по внешнему виду. Ну, мы туда, значит, никогда и не пойдем. Снизу находится BG Lounge. Кстати, можно по ценникам глянуть, что по чем-то, ребята, что они предлагают. Ну, ценник, я вам хочу сказать, примерно то же самое, как Бонара, 395 рублей. Что, если что, пишите, как вам циркуется за 395 рублей 200 грамм. Сети кухни Черноводского побережья. Тоже, как хвалят это местечко. Находится уже прямо перед самым берегом моря. Парень подъехал, говорит, духи воров воды не надо. Блядь, я думаю, мы сами доброем. Все будет хорошо. Ух, вы посмотрите, что здесь есть уже. Тут открывается вот-вот, еще чуть-чуть, еще немного. Новый мостик через речку Анапку. Он посередине будет иметь такие расширения, чтобы там можно было пофотографироваться. Это суперкруто. И вот он, первый взгляд на него. Ай-яй-яй, как я счастлив, что он такой мощный будет. Очень круто смотрится. Как вам? И рады ли вы этому событию, что все переживали? Ну, хотя уже лето, уже хочется по нему ходить. А мы до сих пор сделать этого не можем, к сожалению. С этой стороны тут где-то что-то музыкальное открывает. Здесь какой-то бар будет. В общем, отдых, напитки, соки воды. Здравствуй, речка Анапка. Своей полной красивой. Слушай, на центральном пляже, по-моему, там слишком много. Слушай, ты восхитительная. Это серьезно говорю, просто супер-лук. Супер-вид, давайте говорить. Так, и у нас самое интересное. Всегда стоят тут ограничения о том, что купание запрещено в речке Анапке на сегодня. Но здесь продолжается в полной мере. Температура воздуха 29,4. Пляж с правой стороны имеет занятия для спорта, перекладины. Есть разные лазалки для детей. Есть переодевалочки. Настил еще здесь не появился. Начинают выставлять навесы. Но в ближайшее время обещают, что все уже заработает и появится. Я не знаю, как это комментировать, купание в реке Анапка, оно происходит здесь постоянно. Цвет воды, конечно, вообще не выживает жуага в нее заходить. Но наших людей не победить. Но там вообще море находится и сам пляж. Сейчас ближе подойдем. Будет красота. Итак, Оксана тут стоит, кайфует на берегу. Смотрите, ребятки, под берегом есть немножко водоросли. Прям совсем чуть-чуть. Дальше море чистое, классное, прекрасное. Возле моря у нас 25,4 температура людей на центральном пляже. Смотрите в моем телеграм-канале. Море у вас, либо Юрий Азаровский, подписывайтесь. Там прям уйма очень много. Я прям смотрю на них и радуюсь. Купаются в море все. Водичка. Ну, я сейчас зайду и для вас замеряю. Просто для телеги уже видео снял, выложил. Прям круто. Здесь такие красотки отдыхают. Прям смотришь, слюнки текут. Хорошо, что нанесешь, что я говорю. Прям круто. Вообще, такое ощущение, в этом году приехали на начало лета одни самые красивые девушки. Посмотрите. Ну, это что за сочные, мощные девочки. И мальчики тоже есть. Но мне мальчики не нравятся, просто поэтому я не могу их комментировать. Итак, вот я зашел поглубже. Вода становится все прозрачнее. Здесь бухта Анапская. Она славится тем, что водичка в ней долгое время вот такая неглубокая. Нету сильных перепадов милей. Детям здесь вискаться классно. Вопрос к реке Анапка. После того, как я вчера снял видео и рассказал о том, что куда ходят люди в туалет. Вот, допустим, мы находимся на пляже. На этом пляже я к вам и прошел. Туалета, честно, не увидел. Ну, по крайней мере, он там вот вроде бы есть. Но что-то он как-то закрыт. Так же, как и Витязела на пляже Кемиры, как по всю Пельдевскую проспекту. Вопрос, куда все ходят в туалет. Поэтому возмущаться из-за того, что там какая-то речка Анапка впадает в море, я, честно, особо не могу. Водичка темная в ней, потому что очень много перегноя. Идет там пламень, болото, откуда она и вытекает, собственно. Тут она перемешивается соленой. Будем надеяться, что она обеззараживается. Вот, короче, сами принимаете решение, как быть. Я, честно, на центральном пляже в Анапе ни разу не купался. Но я катаюсь здесь на кайте. Так же, хлебая воду, у меня ни разу не было, ну, вот этого всего, чтобы там плевал и так далее. Единственный раз я, когда подцепил ротовирус, это когда у нас были затопления и сливали воду просто в море. Я продождал почти месяц, искупался и все, был ротовирус. Все остальное время все классно и прекрасно. Температура воды 24,6 градусов. Благодаря южному ветру, который пригоняет теплую воду сейчас с берега, здесь у нас она великолепная. Поэтому можно приезжать спокойно, отдыхать, купаться и наслаждаться. Ну, отходите подальше от речки на всякий случай, чтобы она сильнее перемешивалась с водой. Посмотрите, чем дальше от реки, тем более пустынные пляжи, мои дорогие. Всем шикарного отдыха, кто приезжает. Но я с вами еще сейчас пойду прогуляюсь по флотине проходу к морю. Ну, я жду хейтеры, мейтеры, как вам вообще вот этот вид у нее. И если вдруг вам надо соцсети, там и все остальное этого магазинчика, хотите посмотреть на их выбор, я оставлю это все в описании. Спасибо девчатам за скидочки. Ты самое главное довольна? Это самое главное. Идем дальше. Море по колено. Пока нет мостика, все люди перебираются вот как-то так через эту речку. Можно, в принципе, найти неглубокое место и переползти. А, ай, только бы не намочиться. Ну, а дети счастливы, играют. Честно, температура моря, по-моему, даже теплее, чем в реке. Я не могу понять мотивацию тех, кто сейчас здесь вот так вот купается в ней. Так, эта девушка загорает под всеми местами. И это хорошо. Красота, ребят. Отдых идет. Люди счастливы. Как говорится, что нам еще для счастья надо? Отходите по даче с сигаретами от детей. Это вообще от меня просьба. Слушай, что здесь вообще даже под берегом водорослей нету с левой стороны. Смотрите, какое чистое море. Красота. Просто мяу. Что сказать. Все, пойдем прогуляемся. Девушка в красном купальнике. Вы фантастическая. Привлекаете внимание моментально. Здесь медпункт. Еще раз говорю, только меня смущает то, что они прям... День добрый. Непонятно какой флаг. Лишечки у нас, я думаю, везде по 400 рублей. Цена стандартная. Вот я ценник не заметил, по крайней мере. Есть вот такие горочки, лавочки. Там с правой стороны бар работает. Дальше есть тоже место для занятия спортом. Полазить для детей. Такое же, как и с левой стороны. Мы смотрели. Установлены мусорки. Передивалки. Есть даже озеленение на пляже. Настил здесь уже уложен до самого берега. Есть душ-туалет, причем рабочий. Про это цены не вижу. Я все разбежу, расскажу. Здесь ребята оборудуют мангальную зону. С левой стороны под навесом. Можно отдыхать. Здесь кафе. Фоллабан. Здравствуйте. В правую сторону, ребята, улица Набережная. Там находятся некоторые столовые. Хотел в них сегодня забежать, но не успеваем. Точка быстрого питания находится вот здесь. Очень недорогая, вкусная и классная. Ну и с этой стороны, я смотрю, уже вовсю, ребята, укладывают на стилы этот самый перс. Точнее, мостик наш долгожданный. Выбор мороженого, разнообразной выпечки. Можете посмотреть, что по ценам. Ценники здесь всегда были одни из самых низких. Поэтому можете спокойно приходить, покупать и кофе попить. Вот, ребятки. Осень, ясюна. Особенно поросята. Поросята? А кто за поросята? А он. Хрюша называется. Это кто? А, вот. Вкусная хрюша, колбаса, грибы сцер. А я вас по голосу узнал, и у многих? Да. Узнал, и я смотрю вас постоянно. Спасибо большое. Я у вас говорю, кушаю часто, когда есть возможность. И вам здравствуйте. Тоже можно показать, что ребята здесь делают. Вкусняшки разные. И хорошей всем работы пожелать. Побежали. Дальше, дорогие мои друзья, посмотрите, здесь лежит наш дорогой отдыхающий, который загорает и ждет вас в гости. Главное, не залазьте за него. А если потереть вон тот правый мизинец, то можно загадать все желания. И они обязательно сбываются. Тут, ребята, кожаные вещи продают. Тоже очень хорошая точка. Могу советовать. Сам хожу с ремнями от них и советую. Ай, аромат роз. Красота, друзья мои. И самое главное, что наши отдыхающие заполняют наши улицы. Много торговых павильонов по правой стороне. Здесь есть разнообразные бегемотики. Ну, а нам остается немножечко, чтобы дойти до речки Анапки-Мостика. Какова красота. Сколько людей. Сколько здесь всяких для них идей одежды. Ну и вот, собственно, мы дошли. Оксана пошла в обход, чтобы не лететь через речку. И мы с ней встречаемся. Я узнаю тебя из тысячи теперь. Да? Да, вот она самая красивая вид. Я прям жду. Знаешь, что-то будут хейтеры писать. Очень. Мне было интересен этот контент. Померить с ней разнообразные вещи. И чтобы вы потом в комментариях оценили, что нравится, что не нравится. Но самое классное – это наблюдать вот этих вот всех рыбаков, которые за своим счастьем здесь стоят. Эх, в надежде. Может, тоже доживу до их лет и вместе с ними здесь буду ходить. Далее, по правой стороне у нас шаурма, чебуреки продают тоже. В общем, точек питания здесь очень много. Вы что, друзья, можете, если где-то что-то пробовали, что-то по 77, писать, где вам что понравилось и где что не понравилось. Тут еще кафе должно заработать. Не знаю, в какой момент оно откроется, но пока вроде бы закрыто. Ну и призовые тиры. Вот так вот. Самое главное – здесь тоже есть туалет. Если что, 10 метров туда. Мы хотели быстро, конечно, сходить на море, показать вам все, но получилось, что немножко задержались. Пока одевались, где-то часик времени ушел у нас. Девочкам хочу сказать спасибо в магазин Персона за то, что такой хороший подход. И самое главное, что она осталась довольна. Ну и вы уже в Телеграме пишите о том, что Оксана красотка. Им понравилось, как ты выглядишь. Друзья, увидимся все с вами в следующем видеосюжете. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Добавляйтесь в Телеграм, выигрывайте 500 рублей на счет либо вино от меня, моего производства. А душу буду рад его вам подарить. Ну, а также жду вас в группе ВКонтакте, да везде, во всех соцсетях. Встретимся на параллели. Удачи! Живите красиво!